Уважаемые зрители, представляем вашему вниманию вторую часть интервью с Владимиром Ешкардином, посвященную загадкам Антарктиды. Все иллюстрации, по техническим причинам отсутствующие в первой части интервью, представлены здесь. Вот, кстати, вопрос. Вопрос. Почему, если это... И они там, где нужно, затирают, а где не нужно, наше все показывают. А где наши такие карты, где все американское бы мы видели, а наше затерто бы было? Отцу, вот вопрос, где? И в этом плане, понимаете, у нас какая-то вот такая система, которая скрывает любую информацию. Не то, что там карты, даже вот просто кто в экспедицию возглавлял в этом году. То есть секретят все, можно сказать. Да, до сих пор у нас действует этот дурацкий закон о секретных топографических картах Генштаба Советского Союза. Они продаются в каждом ларьке. В Польше, в Казахстане, в Белоруссии. Ну, все это понятно. Здесь 500 метровки начинают. А у нас за это сажают. То есть при наличии даже Google Card. Да, да. Продолжают это, заводить уголовные дела. И если ты скачал карту, то ты как бы вот нарушил закон. Ну, хорошо, я не за то, что... Законы не надо нарушать, конечно, но надо законы как-то соизмерять. То есть информация у нас совершенно первичная отсутствует. Ну, и остальные источники, вот тут просто... Ну, Аристотель, допустим. Вот Маринг Тирский в 1000 году дал название Антарктида. Она от 1000 года название идет. Соответственно. То есть древние были прекрасно сведомлены. Да. Ну, главную, конечно, информацию, первоисточник, это все-таки, конечно, Ричард Бёрд. Вот его шесть экспедиций, начиная с 28-го и по 56-й год. В 57-м году он умер, да? Ну, вот это самая, как бы, интересная информация, которая, в общем-то, и показывает о том, что на Антарктиде есть существенные тайны. Первая экспедиция Ричарда Бёрда, 28-30-й год. Вот... Ладно, я про нее попозже скажу. Значит, вот здесь есть первоисточник. Первоисточник наиважнейший. Это газета «Эль Меркурия». Она сказана. Знаменитое его интервью. Да. 1947-го года он дал интервью после того, как он с Антарктидой удирал с частью флота, часть флота в Астралию. Ведь Мердых крейсер почти зато затопили, лодку повредили, их не могли тащить, их оттащили на буксире. А он с оставшимися кораблями и с потерями. Есть фотографии, как они прямо на авианосце делали операции. Есть почти все... У них было 9 вертолетов. Это было тогда новое, впервые применялось. Все 9 вертолетов они потеряли официально, это в экспедиции. Самолеты они все, тендеры потеряли. То есть, что там происходило, непонятно. Но вот то, что он написал, это уже не вырубишь топором. Тут важно перевод. Никто не дает правильный перевод. Точный. Точный. Открываете Викопедию, и самые важные моменты там либо искажены, либо вообще удалены. А мы можем привести правильный перевод? Вот я привожу свой собственный перевод. Я нашел эту газету, она есть, слава богу. Вот ее, значит, на испанском языке. Я ее выписал. И хоть я не испанский знаю, но Google переводчик переводит очень замечательно. Понятно. И вот я русский текст привел. Это мой перевод. Ну, можно привести, у меня есть испанский вариант. Ну, вот он выложен. Так, хорошо. Конкретно. Я перевел, и потом стал сравнивать то, что американцы показывают, что в Викопедии пишут, что это не соответствует, явное не соответствует. Единственное, кто правильно перевел, у немцев я нашел. Аналогично, абсолютно такой же, как у меня перевод есть. Ну, минская пунктуальность. Значит, вот здесь, если в небольшом прочитать, но я не буду читать, потому что здесь плохо видно, я просто скажу, что он пишет, ведь они же туда плавали не просто так, а плавал целый флот. 68-я ударная группировка из трех эскадр с авианосцем, с подводными лодками, бригада морской пехоты, артиллерия, танки. То есть, все нормально. Бригада морской пехоты, 4700 морских пехотинцев. То есть, это была военная миссия? Конечно, военная операция. Это три эскадры. И через две недели, когда их раздолбали, они разбегались. И вот его, и он говорит, что, вот видите, что США угрожают из Антарктиды самолеты, которые могут быстро перемещаться между плюсами, он пишет, да? Вот видите, начало. Штаты должны принять защитные меры против возможности вторжения в страну вражеских самолетов, прибывающих из полярного региона. Да, из полярного региона. Да, из полярного региона. Который стал для нас последней защитой от вторжения. Пусть он приживает смотреть ледяной щит, который стал последней защитой для нас от вторжения. То есть, вторжение, вот из этого письма, из-под ледяного щита будет. Вот это очень интересно, как раз. Вот этот, это, конечно, вот этот вот, после того, как он приплыл в Америку, его в дурдом оформили, да? Да, он в психолечебнице находился, да, из-за этого вот интервью. И вот это уже, ну, вуулирует это так, что переводит неправильно, и, ну, сохранилась его вот эта газета. Это указывает на то, что версия со схваткой с советскими войсками, что он там столкнулся с нашими. Нет. Она не работает после перевода этого, как бы, так сказать. Нет, никак, да. Сталкивается, что угроза находится на самой Антарктиде, под ледяным щитом Антарктиды. Под ледяным щитом Антарктиды. Что-то находится, да. Ну, а там вариантов дальше и агарта, и что-что угодно. Ну, это можно очень много. Дальше версии цветут. Пышным цветом. Да. Вот это главное, конечно, я считаю, письмо его. Ну, не письмо, интервью. Угу. Ну, если еще другие, это вот в 30-м году, когда он первую экспедицию плавал, документальный фильм снят, он сейчас есть в Ютубе, можно посмотреть. В 30-х годах его первую экспедицию, когда он слетал на Южный полюс, да. Потом вот замечательный фильм 48-го года, он тоже в сети есть. Секретная земля. Секретная земля, он документальный, снят военно-морскими силами США в 48-м году, так как было много вопросов, а что это была за экспедиция такая с военным флотом, почему пострадавшие были, потери были большие. И вот американцы представили вот этот вот фильм. Вот его надо обязательно смотреть фильм, он на английском, правда. И что, это как бы комитэссенция? Значит, что, когда... Там субтитры есть на английском, но можно там на русский сделать. Я сделал русские субтитры, потому что русского перевода нет, но есть русский субтитры. Субтитры, да, я знаю. Когда я Лукина спрашивал про эту экспедицию, как же, вот что там флот американский делал, он сказал, это была научная экспедиция, у него не было военно-составляющей, это вот... А морские пехотинцы? Значит, там нету ни одного научного отчета, вообще не предоставлено. Единственное, что эта экспедиция привезла в Нью-Йорк этих пингвинов и морского льва. Ну, с собой как бы они там прихватили. А Лукин перед нами выступает, что нет, это вот научный... Открываете векопедию и тоже видите, что это научно. Но когда вот берете, включаете этот фильм, снятый американцами, и вот я вам кадр из этого фильма. Министр военно-морских сил сообщает, что там, это стратегический район США, там есть угроза, мы посылаем туда, он говорит об этом. Ни слова про научную. Дальше возглавляет Ричард Бёрд. Вот они вместе приходят к президенту. И здесь те же слова. То есть все это в военно-морске... Какого года в фильме? Год 1948 года. То есть того же года практически. Они приехали в 1947 году, флот потеряли часть, солдаты погибли, и им надо было объяснить, что там произошло. Они объяснили, выпустили фильм. Он сейчас в Ютубе выложен этот фильм. И в чем он объясняет? Значит, этот фильм говорит, что, как вот говорит президент, что Антарктида, это омывается пятью морями, это стратегически важный район, который США обязаны контролировать. Потому что он влияет на безопасность, мол, США. Там слово про науку вообще идет. И туда едет. Три эскадры посылаются, да, бригада морской пехоты, но даже не в этом... Ну и вот кадры из этого фильма. Значит, вот этот, они в море Росса один лагерь разбили морской пехоты. Там была у них и артиллерия, и танки, и авиация. Никакого, значит, у них научной составляющей не было. Военные действия, которые проходили... Ну вот первый сбитый ихний самолет в этом же фильме. Значит, все, что есть про вот эту операцию в сети, что бы вы ни нашли, любые картинки взяты из этого фильма, кадры из фильма. То есть это один из основных источников? Да. Вот я пытался найти вот все, кто показывает что-то там, вот сбитые самолеты, подводные лодки. Это все из этого фильма? Все это кадры этого фильма. Никаких других источников больше не существует. Все, понятно. Все берется вот с этого фильма. Но там много, там реальные кадры. Вот реально первый ихний тендер, который был... Ну они пишут, что он разбился в тумане, типа, но другие могут говорить, что его сбили. Самым интересным в этой ситуации было то, для меня, как человека, когда-то связанного с армией, вы поймите, что в 45-м году американцы бомбили Хиросиму и Нагасаки. Да. Чтобы бомбить Хиросиму и Нагасаки, им пришлось на одном из островов, в 2000 километрах от Японии, сделать аэродром, завести туда в разобранном виде большие бомбардировщики, которые 2000 с половиной километров могли пролететь. Потому что бомба весила 4,5 тонны. И они полетели бомбить Японию. Сбросили две бомбы, топливо у них кончилось, самолет они бросили, а сами на парашютах спрыгнули в Китай и сдались китайским властям. Они показали миру, как применили ядерное оружие. Но достать Советский Союз таким способом они не могли. Ни из Европы, ни с северной, до Москвы, 2000 с половиной, вы понимаете. Не было средств доставки, ракет тогда не существовало. И вот здесь впервые была продемонстрирована возможность нанесения ядерного удара с авианосца. Вот это впервые было. Этот авианосец, который вышел в 1946 году в Антарктиду, ему на палубу загрузили 4 дугласа. Это транспортные самолеты, которые поднимают до 7 тонн. То есть они могут взять одну бомбу. То есть они как бомбардировщики выступали в данном случае? Они были переделаны в арктическую версию РД-4. На них была нанесена окраска военно-воздушных и военно-морских сил США. То есть это военные бомбардировщики стали. Их погрузили. И я поначалу... Вот эта фотография, они проходят по Новский канал, когда следовали в Антарктиду. Их сфотографировали, на них вот стоят эти 4 дугласа. Но я когда смотрю, вы видите у них размах крылья? Дуглас не может взлететь. У него очень полоса маленькая, ему просто не взлететь. Кроме того, он крылом зацепит за башню. Этот самолет слишком тяжел для авианосца, он никак не может взлететь. Ну и я подумал, они везут их в Арктику просто. Просто везут туда привезти, и там выгрызят, и будут на них летать. Но оказалось не так. Оказалось, что они взлетели. Вот взлет. Они приделали к ним реактивные пороховые снаряды. То есть как бы усиление. Сдвинули на край, чтобы крыло не зацепило. И они смогли взлететь с этих авианосцев. И они пересекли Антарктиду со стороны земли Мэри Бёрд. И вот приземлились в том лагере, где я вам показывал. Туда приземлились, и там их потом бросили, когда уходили. По сути дела, каждый из них мог сбросить по одной ядерной бомбе на Антарктиду. Теоретически. Теоретически. То есть они показали, что мы можем подплыть к любому континенту. И за 2000 километров, да даже не надо сбрасывать, просто самолет куда. Какая разница, взорвется самолет, и ладно. Как ракета, да? Ну, летчик там спрыгнет, погибнет, неважно. Если это можно на Москву или куда-то, вы понимаете. Подогнал авианосец, не надо остров строить. Это вот они отработали. Ну, у меня сразу вопрос такой вот радиоинженера. Ну, хорошо, вы показали возможность бомбить ядерным оружием с авианосца. Ну, зачем это делать в Антарктиде? Вы это могли сделать, в Средиземном море показать. Зачем это? Плыть туда? Там демонстрировать. Ну, в общем, на самом деле, да. Кому демонстрировать? Кому демонстрировать? Потому что более наглядно было бы под боком СССР это показать. То есть, опять же, вот... Так вот, сняли то же самое же, показали, что вот мы... Зачем это так усложнять? А, это в Антарктиде. И мы вспоминаем, что за год до этого Бёрд списал в письме угрозу, и вдруг туда приезжает авианосец с амолётами, которые могут нести ядерное оружие. То есть, это уже после визита Бёрда? Да, это уже у нас, получается, 40... Да, вот он они... Нет, это при визите, это вот это... Во время визита? Да, ну, это же была четвёртая экспедиция. Бёрд ещё до этого обнаружил, что там что-то есть, это была первая, вторая, третья. Они же, когда там лето летают, там нету, даже восток нельзя определить. Там солнце по кругу просто ходит, и стрелка всё время показывает на север, компас не работает. Там вообще ориентироваться нельзя. У них не было никаких навигационных средств вообще. Всё ориентирование они сами пишут. Они... Вот их не самолёт. У них даже не было ледоочистителей, не было... Вот, они в форточку смотрели, они поднялись на высоту 2000, и в форточку смотрели, и видели бочки, которые они оставили. Ну, то есть это чушь. И потом летели 2000 километров без компаса. Да, да, да. И обратно вернулись без ориентиров. В то же место приземлились на неподготовленную площадку. Заправились. Ну, это же полный блеф. И все... Лукина, кого вы хотите спросить, все говорят, да нет, летали, летали. Они же там показывали видео. Видео они там показывали, что они в каких-то горах летали. А потом вот белый снег в видео какой-то. Это можно было снять где угодно этот белый снег. То есть никаких доказательств. А чисто технически это доказано, что это невозможно. Потому что так как не было навигационных систем и никаких ориентиров, никогда невозможно, прилетев 2000 километров, там же ветер дует, сдувает самолёт, обратно вернуться нельзя. Чётким доказательством является гибель американского Роберта Скотта из экспедиции, знаете, да, которые англичане дошли. Они взяли с собой 500 бамбуковых палок, через каждый километр втыкали, шесты тащили. Потом палки кончились, они стали строить трёхметровые гурии такие, снега. Каждый километр они строили. Ну, вешки, вешки как бы, да? И оставляли запасы топлива, еды, потому что часть экспедиции доходила, оставляла, уходила. И они не смогли найти, находясь на земле, в километре, от них не смогли найти свою вешку. Ну, вот этот гури. Не нашли и погибли. А эти летят на 2000 километров, вот в эту форточку смотрят. Они там за две недели где-то выбросили бочки. О, бочки наши. Приземлились не на аэродром, а на булераке. Вообще неизвестную поверхность. Да, заправились и поли... И вот так рассказывается это. Ну, понятно. И фильм про это сняли у них, да? И Ричарда Бёрдса Адмирала дали. То есть, американцы понимали, что они прилетели, вот эти, и что слетать они не могут. Они просто бы погибли, это же очевидно, да? Они просто таков... Где-то они, скорее всего, вот эти горы сняли, вот здесь, где они потеряли Фоккер, вот здесь есть горы. Они вот, скорее всего, их сняли. Хотя, как вот я, как вариант, может быть, вот здесь они долетели все-таки, да, вот этих сняли горы. А потом вернулись. Топлива хватило. Да, эти... И вернулись до берега, и потом по берегу вышли на свою базу. Вот вариант все. То есть, за горы они улететь не могли до полюса. Они бы потом... Горы, карт гор не было. Там тысячи вершин. Понятно. То есть, это абсолютно доказано. Тут спорить сложно. Значит, это вранье по поводу полета Ричарда Бёрдса на юг. Никуда он не летал. Эта операция была для того, чтобы захватить власть в Нью-Йорке и в Америке. Она была успешно... Популизм, чистый популизм, то есть... Успешно реализована. Ну, соответственно, да. Ну, что удивительно, я так вот думаю, что он в эту первую экспедицию летал на землю Мэри Бёрдс. Он ее и назвал в честь своей жены Мэри. И здесь он заметил что-то необычное, как мне кажется. Потому что... Ну, слетали они все, получили, власть получили. Зачем им еще? И вдруг они решают вернуться. Да, они возвращаются в следующую, во вторую экспедицию. Это какие даты? 29-й год, 33-й, 35-й год у них. Экспедиция. 33-й, 35-й. Это вторая экспедиция. Вторая экспедиция, она вообще у них, 33-й, 35-й год, была загадочна. Загадочнее не бывает. Про нее вообще мало пишут. И поначалу я ее считал скрытой. Она заключалась в том, что он опять приехал на эту же базу. У них опять были самолеты. Там их около 50 человек. Ну, меньше чуть-чуть, 50 человек. Высадились. Зимовка же надо высадиться. Они несколько сотен километров к полюсу сделали выносную базу. Поставили там самолет, топливо. Зимовку сделали. И Берт сказал, уходите все отсюда. Я останусь один. Вот так. Очень странно. Все смотрят. Говорят, как вы останетесь один? Вы же руководитель. Я вот один, я вам буду сообщать. Как метеопост. Командир остается на метеопосту. И 40 человек. Они же говорят, ну сейчас наступит зима, мы не сможем к вам добраться. Я вам буду по связи передавать. У него была радиостанция. Ну, аккумулятор, у него еще был ручной генератор, где можно было крутить. Подкручиваешь и питаешь. То есть он, через две недели связь прекратилась с ним. Они к нему не могли добраться. Связь с ним была потеряна почти полгода. Они только в августе к нему смогли добраться. То есть человек просидел там, один. Когда они к нему добрались, у него был самолет, у него было топливо. Но он, тем не менее, не полетел. В моем понимании, он их отправил летом. Сам сел на самолет и улетел вот в эту Мэри Бертс. И, скорее всего, он там с кем-то общался. И там где-то сидел. То есть вы считаете, что он какие-то свои исследования... Да, что в первую экспедицию он там что-то заметил, Мэри Бертс. И решил проверить. И там потом вот эта вторая экспедиция, опять дали деньги. Ему купили, дали, во-первых, военный списанный корабль-тендер военно-морских сил с самолетом. И купили за один доллар ему еще большой корабль металлический, который лесовоз был. Он прилетел туда самолетами, остался один, полгода жил. А потом, когда его нашли, он сказал, ну вот, типа, я отравился угарным газом. Они говорят, а почему он полгода не писал? А у меня сил не хватало ручку крутить. Вот так он объяснил. Ну, вообще, это очень странно. Очень странно. Потом была третья экспедиция, когда они... Следующие года, да, вот, 39-41 год перед войной. Опять приезжает Бёрдс, но приезжает уже с двумя эскадрами. Они высаживают вот здесь танки. Танки? Танки высаживают. Вот здесь тоже высадка была. И проявляется уже до войны американцы. Она называлась военная операция. Юниат Штаташ Антарктик Сервис Экспендишн, да? Чисто военная операция. По высадке на Антарктиду. И вот эти танки на Антарктиде до сих пор там валяются. Они со следами повреждений или нет? Или это естественно старин? Ну, они какие-то как бы разобранные. Они их описывают, конечно, не пишут, что они воевали. Они типа для испытания, как вездеходы. Пытали их, говорят, что у них там вот снято было вооружение. Ну, что как-то... Ну, сами танки до сих пор там брошены. И на Антарктиде находятся, да? Также они взяли крейсер, как они его назвали, авианесущий, ледовой, который должен был по льду и трещины преодолевать. У него была лыжа такая. И у него имелся самолет. И он, вот они сделали в Чикаго эту штуку, загрузили его у нас корабль и привезли в Антарктиду. И Бёрдс за рулем этого крейсера должен был достичь земли Мэри Бёрдс. То есть все пока идет вкручиться вокруг земли Мэри Бёрдс. Дорогие друзья, это был ознакомительный фрагмент. Посмотреть полную версию данного выпуска вы сможете, перейдя по ссылке в описании. Также обращаем ваше внимание, что снова стала возможна подписка из-за рубежа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok